олег дарова всем привет всем привет народ набирается это радует сейчас пока время еще чуть-чуть есть всем здравствуйте привет привет всем привет всех рады видеть ребята как видно напишите коротко слышно видно все молчат будьте смелее пишите пишите на мешание тебя видно мешание тебя слышно я побелел ну да карантин сижу дома белее слышно хорошо слышно слышно видно читать не умею чуть-чуть знаю первые три буквы в алфавите приглашу нашего гостя кстати кто помнит у нас пошел стрим привет привет миша привет всем привет друзья вы говорите что там что слышно было видно было это очень важно слышно нас видно так все приготовили там резинки я имею ввиду такие да все правильно все я сразу должен удивлять все ожидали кроликов у меня не кролик я даже не знаю что это на самом деле это овен это что овен назовем овен сейчас апрель как раз да 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 у кого день рождения друзья это для вас спасибо спасибо у меня как раз было вот 12 день рождения вот так народ собирается потихоньку ты как сам расскажи я сам в порядке очень много времени для практики того чтобы улучшать придумывать новые вещи показывать новые фокусы себе самому зеркало сейчас вот можно зрителям картину тв это прекрасно я кстати наверное вот второй или третий раз жизни в таком формате это очень забавно поэтому это будет хорошо если люди будут реагировать какими-то либо хлопать вот я вижу да либо можно помидоры кидать если что тоже можно эмоджи помидоры но не больше трех за раз давайте друзья кстати ребят для тех кто не знает алекс алекс волшебник вот магический человек я всегда думаю знаешь так сказать вроде как иллюзионист и как-то думаю ну все время меня как-то смущает это понятие но все таки это магия наверно ну вот ты на самом этом плане миша один вот относишься к категории зрителей которых я больше всего люблю которые любят называть еще магией потому что и правда я думаю что магия красиво более слова но в английском языке все говорят magic в немецком тоже говорят там маги и это очень классно потому что на самом деле понятно что мы все знаем что это люди мы все знаем что это не по-настоящему но задача это чувство магии это чувство невозможного и поэтому да главное не переборщить потому что есть люди которые могут на самом деле поверить что это по-настоящему это уже опасно начинает пилить людей дома или мной говорят но это по-настоящему ну признайся честно Ты же можешь на самом деле. Да, тут уже грань, чтобы была четкая. Удивительно, как в 21 веке какое количество людей готово поверить в то, что магия это по самом деле. Да, да. Ну, я считаю все-таки магией, понимаешь? Это магия в люд... Это искусство. А искусство это всегда магия. Это уже вот для тех всяких атеистов, кто не верит. Вот, пожалуйста. Просто возьмите себе такое обозначение, и жить будет легче. Слушай, скажи коротко, когда ты, как вообще, почему ты начал, почему, зачем, когда ты начал заниматься этим? Слушай, вот, к сожалению, у меня нет тут крутой истории. Знаешь, что, типа, я нашел на чердаке шкатулку, там, открыл, и меня туда затянуло, и я попал в нарнию, и меня там обучал левоговорящий. Я мог бы придумать ее, но я просто не люблю обманывать людей. Я очень честный человек. Как, кстати, все фокусники – самые честные люди. Мы сразу говорим, что будем обманывать, и честно обманывать. Никакого вообще вранья нет. Я начал очень прозаично заниматься, я думаю, как многие. Мне было, наверное, 12 лет, и по телевизору выступал лас-вегарский иллюзионист Ланс Бёртон. Очень знаменитый человек в Лас-Вегаре вообще в мире. Очень рекомендую, кто может набрать на Ютубе. У него был потрясающий номер, там у него были свечи, голодные карты, было так все красиво, под музыку еще сделано. Я прям понял, что я хочу так же. Я до сих пор не могу так же. Я уже занимаюсь этим больше 12 лет. Я прочитал кучу книг, потому что этот уровень мастерства просто какой-то невероятный. Но это меня настолько тогда просто зацепило, что я пошел в интернет, который тогда еще был через модем. Вот эти звуки он сдавал. Да-да-да, это хруст. Хруст, да, вот под хруст модема я находил какие-то отрывки. Я вообще не знал, что я знал какие-то фокусы. Я даже не знал, что там у фокуса есть длинная история, оказывается, что это целое искусство, которому 5 тысяч лет. Просто все, что находил, все пытался изучать, осваивать, но с тех пор меня не отпустило. Говорят, что есть люди, которые выучат один фокус и забудут, а есть кого-то, кто посаживается такая над командой своего. Вот это мой случай. Даже когда я занимался чем-то совершенно не связанным с фокусами, у меня всегда на столе лежали колоды карт. И несмотря на то, что не всегда мои родители любили, поддерживали колоды. Пару упаковок в туалет и бумаги просят наколдовать, я вижу сейчас в комментарии. Ну, к концу эфира проверите у себя дома, дорогие зрители, появилось ли у вас. Знаете, как Ури Геллер говорил, там ложки у вас появилось дома. Сейчас у вас дома уменьшится количество туалет и бумаги. Мне, пожалуйста, превратите туалетную бумагу в гречку. Вот. Да. Да, слушай, а вообще, как ты проводишь карантин? Ну, ты тренируешься, как я понял. Вот. Как вообще? Конечно. Вот как карантин? Ну, мне кажется, что можно использовать такое время, как время такого, значит, творческого... Зарядиться творческой новой энергией. Ну, кроме того, я делаю еще видео для Ютуба. Я снимаю разные документальные передачи про магию, поэтому не с чем заняться. Но я думаю, для многих творческих людей, когда тоже не надо никуда вдруг бежать. И, ну, понятно, если долго это длится, то очень плохо, потому что, естественно, сейчас меньше мероприятий, поэтому во всем, во всей ивент-сфере это очень трудное время, бесспорно. И это очень печально, что это происходит. Поэтому, да, все, кто работает, понятно, в области, связанные с людьми, с билетами, это катастрофа. Но, тем не менее, с позитивной стороны, да, остается только развиваться, чтобы, когда все это закончится, надеюсь, можно скорее с новым репертуаром, с чем-то новым быть в мир, радовать людей, которые будут жаждать, жаждать, увидеть что-то живое, интересное и так далее. Поэтому, да, да, в принципе, ничего хорошего там нет, но свои плюсы, вот сейчас мы можем с тобой общаться. В принципе, это лучшее время, чтобы быть на карантине, это 2020 год, в конце концов. Согласен, высокосный год такой, можно, во-первых, всем перезагрузиться, немножко заняться теми делами, которыми, как бы, хотелось заняться, и, наконец-таки, убрать свою квартиру, тот самый, та самая долгожданная генеральная уборка, как говорится. У меня до сих пор не получилось. Я просто женился, вот, я просто женился. Ну, я понял, то есть, не взялся красиво. Не-не, ну, держим чистоту, держим порядок, и, главное, моем ручки. Вот, что время сейчас такое. Алекс я знаю, как бы, лично, мы уже видели с ним на мероприятиях, вот, на таких супер-пупер-ивентах, так что заходите к Алексу на страничку, заходите на его профайл в Инстаграме, также в Ютуб, смотрите и учите, это очень интересно. Я посмотрел, мне вот с кольцом, вот, понравилось, прям, с ума сойти, поэтому всем советую зайти, посмотреть, обязательно поставить лайк и прокомментировать, сказать, вау, супер, хочу так же. Да можно просто что угодно сказать, главное, чтобы... Не обязательно, да-да-да. Жесть был, да. Любые комментарии принимаются, да. Модерации никакой, вообще. Отлично. Леш, смотри, я их приготовил. Прекрасно, ты уже готов, я чувствую, да. Блэк-джек, как говорится, приготовил монетки, резинки, скрепки. Классно, классно. Я потом все это дело немножко повернул, вот, если кому интересно смотреть, как я буду кочевряжиться, вот, потому что я такой для меня долго, 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 и потом... Мы все будем делать поэтапно, да, без проблем. А маленький, сразу такой дисклеймер небольшой. Я вот всем рекомендую, на самом деле, после этого эфира не бежать в YouTube и не набирать там секреты фокусов разоблачения. Не делайте этого. Лучше посмотрите хорошее шоу, это гораздо круче, потому что чем больше мы знаем секретов, тем меньше у нас будет чувства волшебства. А вот это чувство волшебства, это в этом плане фокусы уникальное искусство, потому что только оно может дать вот этого детского ощущения чуда. И я сам, когда вижу фокусника, который делает что-то, что я не понимаю, я не хочу даже за то, что... Это сейчас редкость, но как бы чем больше знаешь, понятно, что сложнее это увидеть, но когда я это вижу, я просто восторг, я не хочу знать, потому что мне нравится этот кайф. Конечно. Да, сохраните этот кайф, друзья, это ваши интересы. С другой стороны, почему тогда сегодня я буду учить? Ну, я не просто буду сейчас рассказать секреты, как там слон исчезает, там пилит женщин. Мы постарались на примере нескольких простых трюков, да, понять вообще, в чем прикол, в чем прикол искусству фокусов, какие есть тонкости, нюансы, почему это вообще интересно и не так-то уж просто, как многие думают. Вот примерно такая история с разоблачениями, да, но я надеюсь, что если у вас нет реквизита, ну, я скажу, как можно обойтись и найти реквизит. Ну, придумаем. Так, ребята, все готовы? Сейчас будет магия. Давайте для разминки, наверное, я что-то покажу для разминки, пока еще можно. Давай. Соберется прямо вот, и главное, ну, мы, что начнем с того, что можно сейчас всем зрителям даже у себя перед экранами поучаствовать. Это очень странно, обычно я делаю это вживую, в зале, да, здесь я вижу только тебя, Миша, но хорошо, что я и у тебя, поэтому я буду к тебе обращаться, ну, и ко всем, естественно, кто нас смотрит. Мы сейчас делаем, все сидят на карантине дома, поэтому все, нужно заниматься больше спортом. Но не у всех хватает силы мотивации, потому что лень, там, мы встали, ходим в питание. Поэтому сейчас короткая разминка, называется йога-иллюзионист. Я делаю ее каждое утро, и вы видите, результат просто. Красавчик, красавчик. Спасибо, я не мог сонатом рассказать. Так вот, йога-иллюзионист. Нужно просто повторять за мной, поставить на секунду свой бокал там с пива, я не знаю. Шампанского и пива, да? Да. И вытяните две руки вперед, очень важно участие всех. Я подниму даже повыше экран, давайте, чтобы всем было лучше видно. Вот. Это уже такая простая растяжка. Класс. Второй этап. Можно повернуть руки вот так. Это еще лучше. У нас начинает разогревать мышцы трапеция, спина. В общем, неважно. Мы делаем теперь крест и зажимаем пальцы в замок. Вот. Все повторяем за Мишей. Большие пальцы смотрят вниз. Это, в принципе, в любой стороне жест, означающий плохое настроение. Утром нам тяжело вставать в понедельник. Как нам поднять свое настроение? Я сейчас покажу. Мы сначала просто держим крепко, очень жмаем пальцы. Я давайте сделаю еще чуть повыше. Вот так, чтобы было видно. Держим крепко. И на счет 3 делаем так. Улыбаемся и делаем так. Раз, два, три. И все становится хорошо. Кажется, я свернул плечо. Если у кого-то получилось, поставьте пальцы вверх. Но на самом деле главное, чтобы все поулыбались. Миша засмеялся. Значит, сработало. Йога хорошая у нас. Аккуратно, Миша, береги суставы. Это требует тренировок немножечко. Что-то хрустнуло. 35, как-никак. Да. Вот надо поэтому каждое утро поздминаться. Очень круто. Ну и давайте, чтобы мы настроились на магический лад. И вот еще. Кстати, я думаю, что все-таки я слышал, что я не буду рассказывать, как пилят женщины. Ушел. Я прям покинул беседу. Прежде чем мы начнем сейчас делать трюки с маленьким реквизитом, вот я еще один короткий покажу. Мой любимый фокус просто. И знаете, проблема в том, что через камеру я обычно всегда весь реквизит даю проверить. Все думают, что фокусы связаны с реквизитом. Но очень много людей думают. Специальные карты, магниты. Это все не так на самом деле. У меня даже рукавов практически нет. Но, тем не менее, мы не доверяем. И, к сожалению, сейчас я не могу за тем проверить, потому что я уже покажу с веревкой. Но я предоставлю выбор, Миша. У меня есть белая веревка и черная. С какой веревкой мне покажу фокус? С белой или с черной? Давай, ну давай с белой. Отлично, с белой. Ребят, я сразу предупреждаю, мы ни о чем не договаривались. Я проверевку вообще даже не знал. Да, это важно. Миша не слышал про веревку. Действительно, я так хорошо сказал, потому что... Вот все равно я скажу, что это, конечно, пацаны все подстроено. Но нет, друзья, это не подстроено. Я постараюсь, чтобы все было видно. Этот трюк называется индийский гипноз. В Индии всегда была очень популярна магия. Там были индийские пакиры, областники, которые выступали на улице. Этот трюк называется индийский гипноз. Для него нужна веревка. И, Миша, давай ты примерно скажешь, где у нее серединка. Вот я буду вот так тянуть, и ты скажешь, где у нее серединка. Здесь. Здесь. Но я тоже думаю, что примерно здесь. И мы вот здесь прямо сейчас... Вот прямо здесь мы ее и разрежем. Обычно, если бы мы были сейчас вместе, то это бы сделал ты. Но поскольку я здесь один, то это сделаю я. Да, это настоящие ножницы. Я прямо буду максимально близко к камере. И вы даже услышите звук. Слышали звук? Да. Слышно? Отлично. У нас есть две веревки. И трюк называется индийский гипноз. Главное смотреть внимательно. Две веревки, друзья. Очень важно, чтобы они были одинаковой длины. Поэтому мы сейчас вот здесь чуть-чуть укоротим. Да? Одинаково вот так, Миша? Да. Да, так. Так, да. Хорошо, давай. Укоротим. Извиняюсь, давайте сейчас выкинем кончик. Две веревки, друзья. Трюк называется индийский гипноз. Ты видишь тоже? Да. Мы же укоротили. Да, стой, подожди. Не, извини. Это я сейчас просто... Потому что я сниму свою камеру, поэтому у меня вот здесь, да? Стой. Давайте скажем вот пример. Здесь одинаковый. Давайте. Так. Друзья, подожди. Это реально. Первый раз я показываю фокус с веревкой на камеру, поэтому немножечко странно. Подожди. Давай, знаешь что? Давай просто начнем сначала. Ну, с целой веревки. С целой. Я, как бы, сказал, что фокус называется гипноз. Вот сейчас все, что происходит, это не по-настоящему. Это происходит только воображение. Вот смотри. Это веревка, да? Так. Если мне нужно две веревки, я могу сделать две, используя только пальцы. Будет две веревки, да? Если мне нужно две одинаковые, то мы можем вот так потянуть. А ничего себе. И будут одинаковые веревки. Но не забываем, что все это не более чем галлюцинация. В реальности у меня только одна длинная веревка, правда? Ну, это все видели сейчас. Но, кстати, самое интересное будет сейчас. Дело в том, что у каждой веревки есть два кончика и серединка, да? Если снять кончики, то это будет две серединки. Это петля, у которой нету гончиков. Ничего себе. Ну, можно завернуть обратно на кончики. Подуть, и у нас снова будет целая веревка. Но, кстати, это работает через камеру. Поэтому давай вот сейчас завершение трюка небольшого. Мы возьмем ножницы. Я прямо вот здесь разрежу. И мы даже укоротим еще вот так, чтобы это прямо было видно, что мы укорачиваем. Миш, давай сейчас прямо подуй в камеру на мой кулак. Ну, прекрасно, друзья. Как я сказал, работает даже через камеру. Ничего себе. И если бы ты был рядом, я бы давал тебе проверить. Могу отправить посылки в картину ТВ. Но берем карту настоящего, друзья. Без магнитов, без скотча, без спрятанных зеркал и роликов. Это была небольшая разминка. И ввести гипноз. Теперь все по гипнозу. И мы можем начать. Да. Это разоблачение, этого трюка не будет. Кто-то уже написал. Типа у кого-то начальник точно так же обрезает зарплату. Как я вас понимаю. Круто. Но я в отличие от начальника, видите, я восстанавливаю обратно все. Вот начальник возьмет пример. Возьмет пример. С доброй кончей. Кто-то просит от меня фокус. Да запросто. Видишь, вот палец. Раз. Все. Я больше не знаю. А главное не сделать. Дело в том, как правильно трюки внести. Ну что, научимся, Миша, думаю, да? Давай. Первому трюку давай. Отлично. Друзья, кто читал заранее, может, анонс. Нам нужно будет... Мы не будем сегодня использовать специальные реквизиты. Вообще будет очень простой трюк. Но я объясню, как правильно его показывать. Потому что я много учил фокусу детей, не только детей. И есть много нюансов, которые надо знать. Нам нужны вот резинки. Любые резинки. Это может быть вот так, да, как у меня, Миша, канцарярские резинки. Кстати, я не знаю вообще, где используют люди резинки. Ну, в смысле, канцарярские. Я использую только для фокусов. Я не знаю. Деньги перевязывать. Если у вас много денег, то... Если зарплата позволяет, то можно ее перевязать. Да. Но если у вас нету резинок обычных, то можете взять ринки для волос. Резинки для волос. Любые резинки. Давайте, девушки, распускайте волосы. Распускайте. Видите, я взял свои ринки для волос. У меня их много. Прекрасно работает. В общем, да. Совершенно любая резинка. И я сначала покажу, а потом я объясню, как это работает. Это трюк в три этапа. Он очень простой. Но пусть простота его не обманывает вас. Первый этап выглядит вот так. У нас есть резинка синяя. Можно пока просто смотреть. Она на двух пальцах. И на счет три эта резинка прыгает вот сюда. Я усложню трюк и добавлю вторую резинку розовую. У нас будет синяя и розовая. Голубая и розовая резинки. Которые на счет три... Здесь у нас розовая, здесь голубая. На счет три они меняются местами. Я усложню фокус, чтобы вы не думали, что это ловкость рук. Я заблокирую свои пальцы. Мои пальцы не могут двигаться. И тем не менее мы берем и голубая, и синяя резинка точно так же меняются местами. Друзья... Ты поломал всю мою систему в голове. Теперь... Все нужно проверить. Да. Как поломать систему с помощью резинок. Название сегодняшнего синяя. Ничего себе. Давайте начнем. Я объясню сначала сам секрет. Но потом объясню, как правильно... Какие весь правильные фишки, чтобы это был на самом деле красивый фокус. Мы начинаем сначала у нас на двух пальцах резинка. Вот здесь. Так. Получается вот так вот. Да. Если, кстати, я скажу, если вдруг у вас какая-то гигантская резинка, у вас так много денег там, что у вас там резинка растянутая, вы сняли, вы можете обернуть в два раза вот так. В два раза обернуть, будет тоже нормально. Главное, не пережмите себе пальцы. Я не отвечаю за вашу здоровье. То есть можно два раза, да, с этой резинкой? Да, 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 абсолютно. Главное, чтобы было... Ну, потом, просто когда, допустим, у детей, они вообще там будут в баню и руки, да. Если вы знаете из них, кстати, можете звать детей, как рано, друзья. Это у нас семейное шоу. Дети могут смотреть, участвовать, учиться и вообще чувствовать себя волшебником. Окей. Движение первое. Я вот с этой стороны покажу, чтобы было видно. Мы тянем вот так вниз резинку. Так. На себя и чуть-чуть вниз. Очень важно, что пальцы у нас всегда вместе и ладонь у нас всегда к себе. То есть зрители видят только... Я показываю так, чтобы было понятно, да, что происходит. Мы всегда держим руку вот так. Окей. Оттягиваем вниз и сжимаем все пальцы в кулак, но так, чтобы все четыре пальца оказались внутри резинки. Вот так. Понятно, да? То есть... И резинку мы все еще держим. Да, супер. Миша уже на шаг впереди. Я просто пока медленно сделаю. Еще раз даю. Сжимаю. Смотрите, все четыре пальца, они не вот здесь, они внутри резинки. И я медленно отпускаю резинку. Вот такая картинка должна быть. Вот у Миши точно так и выглядит. Да, можно попробовать сначала еще раз сделать. Натянули, сжали и отпустили. И держим, ничего пока не делаем. Просто держим. Натянули. Сейчас. Сюда. А, ну да, вот. И все четыре пальца. Да, да, супер. Смотрите, вот с этой стороны сейчас видно, что просто резинка на двух пальцах. Чтобы фокус получился в базовой версии, естественно. Все, что нужно сделать, это одновременно все четыре пальца открыть. Вот так. Ого. Просто прям круто. Я поверил себя сейчас. Ой, сегодня малому покажу. Класс. Если получается, можно там шить и что-нибудь, огурцы, помидоры. Можно в чат писать, чтобы я понял, что кто-то еще с нами вообще. Круто. Круто. Слушаем. Кстати, за хороший коммент вышлю резинку. Что, высылать резинку? Резинку вышли. Хороший коммент, высылаю резинку. А, да, 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 да. Это самая простая версия. Он прыгает, да, вот, смотри, только теперь мы добавляем вот это движение, отвлекающее, чтобы у нас, даже если мы будем делать фокус очень быстро, то люди могут все равно заметить, что происходит. Поэтому мы добавляем другую руку, чтобы у нас было отвлечение внимания. Это очень важно. Так, ребята, обязательно перед зеркалом, перед зеркалом, чтобы было видно. И еще важный момент, вот сейчас можно один раз попробовать. Конечно же, самое главное для фокусника – это многозадачность. Нужно одновременно и говорить, и что-то делать, и при этом, чтобы зрители не замечали. Потому что если я буду стоять и вот так готовить фокус очень долго, то люди даже не знают, что я делаю, они будут уверены, что я что-то делаю. Поэтому нужно учиться готовиться, не глядя. Попробуй, Миша, ты можешь просто вот не глядя подготовить, сделать движение. Да, так. Не означает. Обсуждая с начальником зарплату, сидишь, вот, начальник, понимаешь, все как бы просто. Да, да. Главное, да, главное – чувствовать себя уверенным в этот момент. И, естественно, надо не забывать, вот, самое важное в фокусах тоже, я думаю, почему, допустим, дети, мне кажется, классно учиться чуть-чуть фокусом, очень развивает эмпатию. Мы учимся думать о том, как нас видят зрители, о том, что они чувствуют, да. Потому что если я просто буду делать трюк, что вот я такой крутой, у меня резинка прыгает, всем абсолютно все равно, никому не интересно. Мы должны сделать так, чтобы зрителям было, во-первых, понятно, а, во-вторых, интересно, и в этом есть тоже часть искусства, что мы не просто такие, вот, смотрите, как круто. Мы должны объяснить, что вот резинка, она здесь. Не думайте, что зрители никогда не видели этот трюк, да, нужно делать максимально медленно и сделать так, чтобы этот момент был по-настоящему волшебному, чтобы вы сделали прямо «кэм», прямо как будто вот… Крып. Да, это лучшее, что вы делали в этой жизни. Ну, можно как бы для виду, скажем, тряпочку накинуть, сказать, смотри, я сейчас перенесу резинку. Да, да, кстати, вот тут тоже импровизации нет, видите, вот можно там какой-то поток, там смахнуть с волшебной палочкой. Ну что же, готовы мы усложнить в два раза, как думаешь? Круто. Поехали. Усложняем в два раза, друзья, две резинки. Важно. А, кстати, пока не усложнили, я просто скажу, видите, с резинкой для волос все точно так же, только… Бэм, еще… Блин, круто, очень круто, слушай, вообще просто. Два раза усложняем, это две резинки разных цветов. Если они будут одинаковые, то не будет смысла этого фокуса. Так, ну да, правильно, чтобы было видно иначе… Я показываю вот с этой стороны, опять у нас вид со стороны исполнителя. Смотрите, вот теперь чуть сложнее ловкость рук, но все получится. Мы одну резинку вот так оттягиваем вниз одним пальцем. Можно двумя пальцами, как удобнее. Теперь, смотрите, этими же пальцами, вот этими же, мы натягиваем вторую резинку. Вот я показываю, что вот так должно это выглядеть вот так. Вот если вы сейчас с детьми, то вы можете детям помочь, у них не всегда получается сразу. Раз, натянули резинку, и вторую этими же пальцами, что у нас выглядит вот так сейчас. Да, вот супер, да. Вот как у Миши, да, пишет отлично, правильно. Теперь, смотрите, нам нужно у нас вот тут как бы три таких треугольничка, три петли, да. Нам нужно, чтобы все четыре пальца оказались в петле по серединке. То есть, вот в этой петле, чтобы оказались все четыре пальца. Получилось сейчас, да, у тебя, Миша? Да, да, да. Супер, я вот давайте еще раз сделаю медленно. Раз, два, и в среднюю петлю все четыре пальца, и отпустили. Теперь у нас вот спереди все выглядит вот так, как и было. И если мы теперь откроем одновременно все четыре пальца, то они поменяются местами. Круто, слушай. Ну, вообще круто. Чтобы выглядело чуть лучше, да, смотри, я почему говорил, пальцы нужны вместе. Если я буду пальцы вот так достопыривать, то будет не очень красиво. Да. А если у меня пальцы будут вместе, то они будут, ну, зависит от дина резинок, можно тоже, да, там. Да, да. Это фокусы и скручиваем два раза, а можно по-разному. И опять же, да, здесь главное, что мы не смотрим на руки, когда готовим это. Мы приготовились, и по-два вещь у нас. Ну, пальцы вместе надо мне еще привыкнуть. Это вопрос... Круто получается. Я вам скажу с этой стороны еще раз. Раз, два у нас. Мы сюда пальцы положили. Раз, и открыли, и просто... Класс. Слушай, вообще просто не думал. Ну, блин, вот сегодня забава-то будет. Вечер с резинками, да. На карантине. На карантине, да, да, да. Класс. Но это еще не все. Еще третий этап. Третий этап, друзья. Слушай, я готов к тебе на курс записаться. Да, прямо я открываю с сегодняшнего дня. Друзья, можно мне написать личку в Инстаграме. Без шуток. Видите, очень удобно онлайн. Из любой точки мира. Ну, давайте добавим третью, третью резинку сейчас, чтобы... Даже так можно. Еще фокус невероятнее, да. И вот здесь очень интересный принцип. Мы говорим, что фокус становится сложнее, но на самом деле нет. То есть, это вот такой момент, он бывает часто, когда мы создаем видимость сложности. На самом деле, делаем то же самое. Мы берем третью резинку. Третью. И я вот так накручиваю ее на все четыре пальца. Причем, неважно, как именно я это делаю. Но, в принципе, вот так просто мы ставили палец, повернули, 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 повернули. У нас четыре пальца вот так. Резинки, я говорю, что они заблокированы. Они не могут двигаться. Они используют ловкость рук. И что сейчас этот фокус просто, он под силу только Гарри Гудини. И я делаю сейчас, друзья, точно такой же трюк, как мы делали. Второй фокус наш с двумя резинками. То есть, все то же самое, что мы только что сделали. Раз, два, пальцы внутрь. И открыли. И несмотря на то, что у нас есть, попробуешь? Рожать? Да. Да, не бойся. Вот, да, все. То есть, они уже, видишь, они уже вместились. Круто. И поэтому кажется, что все сложнее. На самом деле, да, вы можете, если вы сделаете медленно, вы увидите, да, как это работает, почему. Но, соответственно, чем быстрее ваши пальцы двигаются, и чем больше мы делаем движение другой рукой. Но тоже не надо перебарщивать движение, потому что все-таки это маленький трюк с двумя резинками. Не нужно делать там какие-то автоматические пассы, как будто вы залетаете там. Не то. Блин, класс, слышу вообще. Я прям, я в восторге. Я немножко как бы задумался, что вообще кайф. Я надеюсь, что получается у нас. Смотрите, я просто даже не вижу, там что-то пишут у нас люди, у кого-то что-то... Кто-то пальцы поломал. Кто-то пальцы поломал. Как всегда. Сморо выбрать. А сейчас как бы не до этого. Врачи и другие забудут. Ребята, мы с тобой. Очень круто, блин. Да, простой трюк из трех этапов. Мы сделали раз, потом мы добавили вторую. Сделали то же самое с двумя. И потом добавили третью. И у нас две резинки поменялись местами. Пэо. Главное, естественно, не забывать про то, много вещей нам в тебе разговаривать. Чтобы зрители были спереди, чтобы там не было сбоку, сзади. Да, не забывайте, интертеймент – это главное. Общение – это вот главная самая такая. По-любому, да. Я, знаешь, замечаю тоже, что про реквизит многие думают. Я сколько там занимался, давал частные уроки. Прихожу домой, и мне говорят, мой сын так любит фокусы. И мы подарили ему на Рождество пять коробок с этим. Готовые коробки фокусы. Я говорю, ну, покажи что-нибудь мне. Петя, Ёхан, я не знаю. У него там реально три коробки под кроватью, уже такие все пыльные, знаешь, он открывает. И он не делал там ни одного фокуса. Ему подарили как-то, да, и сказали, ну, вот тебе фокусы. А там инструкции какие-то непонятные стаканы. Да, да, да. Какая-то вообще сложнота, вот. Поэтому, да, вот всем родителям, если вы с детьми хотите занимайтесь с детьми, а не просто вот отдайте им там коробку, вот видите. Детям это не нравится, неинтересно. Можно уже учиться показывать именно это. Слушай, ну это интересно всегда из подручных предметов делать. Это очень, ты сидишь где-то, даже общаешься. Для мужчин-одиночек, например, если хотите найти девушку, фокусы, кстати, очень позитивно влияют и открывают общение. Поэтому. Да и с детьми. Фокусы с девушками есть здесь, с детьми. Блин, класс. Можно использовать в самых разных случаях. На самом деле, я вот сейчас скажу, знаешь, что самое. Естественно, это все как бы для отвода глаз. Реальности, фокусы с резинками и вот это вся там с картами, это все полная чушь. Вот чем на сайте занимаюсь на карантине, я беру журналы. Я из журналов и газет вырезаю вот такие квадратики. Они там, ну, про искусство или связаны с фокусом с чем-то. Вот. Зачем я это делаю? Я делаю это, чтобы для очень практической цели, чтобы потом просто сделать так и... Круто. Потом я плачу, что карантин продолжается. Обычно вот после этого трюка все говорят, а, ну вот это нормально уже пошло. Там веревки, резинки, что-то. Наконец-то, да? Наконец-то, да. Теперь внимательно смотрим. Да, ведь хотят, чтобы деньги появлялись. Вот какой весь... Ну что, мы готовы еще выучить что-то мечтабое, я думаю. Я, да, вообще, слушай, я в восторге от одних вот этих резинок. Прям очень-очень круто. Продолжим сейчас. Давай с... Так, сейчас. А, продолжим немножечко. Сейчас вообще отожжем. В прямом смысле слова. Отожжем. Для следующего трюка нам потребуется... Кольцо. Но это прелюзия была. На самом деле фокус не об этом. И снова резинка. Но на этот раз она будет безнадежно уничтожена. Вот так, ну, здесь разрезана. Я опять снова покажу, как это выглядит, друзья. Потом мы научимся. Это вообще очень классный трюк. Смотри, Миша, очевидно, что кольцо, это, наверное, что такое тяжелый перстень, да, он может падать вниз. Но это называется гравитация, да. Это не магия, вот, естественно. А фокус это о том, что мы преодолеваем закон природы. Вот я буду лежать, чтобы было видно. Вот так, я надеюсь, видно. И кольцо сейчас внизу, и оно будет очень медленно подниматься вверх. Нужно, естественно, не забыть про ментальный взгляд. Желательно что-то при этом на латыни говорить. На латыни, да, можно. Главное, случайно не вызвать. Не призвать. Будьте аккуратны. В случае вылетут огонь, там, да, сейчас развеется. Да, кольцо, преодолевающее действие гравитации. Причем кольцо не обязательно. Если есть кольцо, можно использовать кольцо. Можно использовать, в конце концов, вот, скрепку, да. Я думаю, как раз мы писали про скрепку. Можно использовать скрепку или булавку. Использовать даже другую резинку. Можно здесь сказать, что у зрителя все, что вам нравится. Как это работает, да, сначала нужно порвать, да. И чем вы сделаете это, как это, чем вы сделаете это круче, порвите резинку, тем вы уже создадите сразу... Кто-то зубами рвет уже быстрее. Да, 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 да. Футболка порвать на себе, там, сейчас. Мы сделаем фокус. Резинка и... Ну, давайте я буду с... Я буду, давайте, с булавкой. Как и везде нужна... Этот фокус, он о том, что часто люди сразу придумывают ложное решение. Когда видят преступление, они думают, например, что... Я просто тянул рукой, да, и поэтому кольцо тянется. Это не так. Не нужно сделать так, чтобы зрители так не подумали. Как и работает, я объясню очень. Принцип интересный. И для начала нам нужно, чтобы наш предмет, давайте, булавка, скрепка, кольцо, был в середине. В середине. Супер. И правой рукой, правой рукой я берусь прямо вот здесь посередине. Вот так двумя пальцами. То есть левая рука держит только кончик резинки. Я давай встану вот так, чтобы было понятно, где левая, где правая. Левая рука держит только кончик, а правая держит вот здесь посередине, около резинки. Да, даже можно еще ближе к середине взяться. Вот. Ну вот так, чтобы у нас это выглядело. Супер. И теперь я закрываю правую руку и левую тоже, таким образом, что у меня часть резинки спрятана в руке. Ну, выглядит, как будто я просто держу за кончик ее. То есть это нужно сделать, это подготовка, да. Руки должны быть симметричны, потому что, смотрите, если я буду делать вот так, то очевидно, что что-то странное, потому что одна рука так, одна на так. Вот такие детали очень важны для каждого фокуса, да, например, что, если вы что-то делаете одной рукой, надо это, чтобы у вас было беззеркально отражено в идеале. Теперь, вот эта рука, которая держит только кончик. И смотри, мы оттягиваем резинку максимально. А вот здесь у меня все еще спрятан вот этот целый кусок резинки. Прекрасно, он все еще спрятан. Резинка, фу, булавка, не может, естественно, подниматься вверх. Ну, что я могу делать? Я вот этой рукой буду медленно резинку пропускать сквозь пальцы. Медленно пропускать ее сквозь пальцы. И вместе с резинкой будет подниматься и скрепка, или булавка, или кольцо. Вот, я вижу, у тебя уже пошла наверх. Естественно, этого не видно, потому что... О, она спрятана. Вот у меня будет. У тебя пошла вверх, да, я видел? Да. Ментальная... Вот, класс. Главное, да, что это у тебя очень плавно получается? Супер, да? Если у вас не сразу плавно, у вас на немножечко практике. Делать это максимально мебельно, с чувством. Взгляд, не забывайте, взгляд это самое важное, чтобы вас прямо... Вы чувствовали, как силой мыслей заставляете. Это же классно вообще. Не забывайте, как это выглядит со стороны на самом деле. Я всегда сам кайфую, как это приходит смотрится. Соответственно, да, можно взять кольцо у зрителя и... Вот, с кольцом или с другой резинкой. Такой же прекрасный эксперимент. Так. Подниматься. Ребята, меня, возможно, будет плохо слышно. У меня тут наушник сел, так что не обижайтесь. Но тяните резину. Да, вот тут как раз-таки не тяните резину в этом фокусе. Потому что все думают, что именно это вы и делаете. Да, наоборот. Да, вот как раз. Я всегда еще даже говорю, что руки остаются на том и том же положении. Да, что я не двигаю руками. Потому что всегда работают. Нет. Я акцентирую на это внимание, что руки не... Ручки-то... Вот они, не двигаются. Да, да. Тут надо тут один раз вытянуть. Вот. И не надо больше все это двигать. Да. Класс. Круто. Шикарно. Кто-то спросил, а как гнуть вилки и ложки? В чем секрет? Ну, легко. Берешь ложку и убенешь. Там все очень просто. Конечно, да. Ну, то есть... Как... Я даже не понял вопроса. Да. Можно... Можно плоскогубцами еще используют. Плоскогубцами. Можно на ступень и согнуть на нее. Это так уже удобно. Да, да. Главное креатив. Ну, в общем. Так, ну что, у нас есть еще один, я думаю, трюк с картами, который мы освоим. Ура. Класс. Так. Трюк с картами. Потом будем говорить ложки, да. Честно. Ложки тоже. Я сделаю так, чтобы было, наверное, видно. И видите, все, кто думал, что я не в штанах, а потому что я дома, и я в чинцах. Я в хоум офисе, когда делаю совещание по скайпу, обычно все в трусах сидят, просто пиджак себе надеваю. Да, 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 да. Вот. И сейчас все такие... Опа. Нет, друзья. Не в этот раз. Так вот. Я сделал так, чтобы было видно, да, что происходит у нас здесь с картами. Если у вас есть карты, ребят, можно доставать колоду, и сейчас самое время пробовать что-то. Небольшую магию с картами. И, ну, для начала я просто покажу небольшую разминку. Опять-таки, карточная магия – это вообще отдельное целое искусство. По нему написано сотни, если не сотни тысяч книг, да, только по карточным фокусам. И это, конечно, прежде всего много-много тренировки. То есть, и базовая тренировка – это учиться для начала, например, мешать карты. Казалось бы, мешать карты, но мешать карты можно по-разному. Можно мешать вот так, да, можно мешать... Ничего себе. Это ты как это делаешь? Можно мешать, называется, вот такая тасовка по Лас-Вегаске. Но самое главное в карточной магии – это уметь находить нужные карты. Какие, например, карты нужны? Давай, Миш, ты решишь, какие карты нам сейчас нужны. У нас есть 52 карты и 2 Джокера. И ты сейчас просто скажешь «стоп», когда хочешь. Просто «стоп». Давай. Стоп. Стоп. Прекрасно. Соответственно, Миш, мы разделим кого-то вот здесь, и ты меня оставил на этой карте. Это король. Так. Хорошо. Значит, король и будет той картой, которая нам нужна. Я сейчас встану, чтобы было так даже лучше видно. Моя задача – среди всех карт найти остальных трех королей, но не глядя на карты, потому что это будет неинтересно. Поэтому мы просто мешаем карты, и если нам повезет, то у нас будет второй король. Третий король. Третий король – это сейчас… давайте мы перемешаем. Раз, два, три, четыре. И остается еще четвертый. Четвертый, самый сложный. Я надеюсь, что… А, я сейчас уже сам в камеру увидел, что это… Но, по крайней мере, он бубновый. Нам нужна была бубновая король. У нас есть три. Давайте, ладно, мы сейчас исправим. Я поднесу поближе. Мы сделаем раз, два. Вот так вот чуть помашем, и у нас будет четвертый король. Но вот здесь сейчас, я думаю, многие поняли, что это была наверняка какая-то ловкость рук. Да, я много двигал руками. Поэтому я сейчас повторю этот же трюк, только в этот раз мы будем делать все с помощью настоящей магии. Я прямо сделаю это максимально близко к камере. У нас есть четыре короля. И самый главный – это пиковый. Пиковый – это лидер. И смотри, Миша, если мы сейчас уберем вот так всех четырех в любое место в колоде, и четвертого тоже, и теперь никакой ловкости рук. Все, что я делаю, это вот так. И, естественно, все короли следуют за лидером и возвращаются на верх колоды. Раз, два, три. Ничего себе. И четыре. Естественно, тут всего четыре, друзья. Если бы их дул пять, это было бы слишком просто. Вся колода королей. Блин, круто. Это был уже такой немного сложный трюк, скажем, мягко. Но мы сейчас выучим тоже способ найти четырех часов четырех королей. Простой способ, конечно, он может быть чуть менее эффектный, но просто чтобы понять тоже один интересный принцип, как работает магия. И в этом фокусе нужна будет маленькая подготовка. Просто найти заранее, давай для интереса, чтобы было интереснее, мы найдем четырех тузов. Я думаю, четыре туза, это даже круче. Четырех тузов, окей. И фокус, который мы сейчас покажем, друзья, его основная классная идея в том, что в течение фокуса вы можете даже не трогать колоду. Вы можете просто дать ее зрителю и давать инструкции. И зритель будет повторять за вами. И в итоге у него, тем не менее, получится найти четырех тузов. Несмотря на то, что он думает, что происходит абсолютный хаос, и вообще вы не можете ничего контролировать. В начале трюка четыре туза должны быть наверху колоды. Наверху колоды. Так, ребята. Четыре туза. Где верх? Вверх вниз это здесь, а верх это вот тут. Вот тут это вверх. Когда у нас колоду мы обычно держим лицом вниз, и это вверх. А четыре туза у нас сверху. Да, Миша, покажи, где четыре туза. Сейчас. Да, вот, сверху. Классно. Теперь все, что нужно, повторять за мной. И я опять же скажу, все это может за вас сделать зритель. В этом красота этого трюка. Смотрите. Сначала мы скажем зрителю, что сейчас мы будем мешать колоду хитрой, назовем ее, не знаю, русской тасовкой. Я иногда говорю бразильский, иногда говорю русский. Я вообще как вам нравится. И даю зрителю колоду и прошу его сделать четыре части. Вот давай сейчас представим, что, Миш, да, как бы ты... На столе прям вот так вот сделать четыре части. Раз, два, три и четыре. Да. Миш, можешь сделать тоже сюда четыре части. То есть, опять же, мы сейчас делаем это мы сами. Когда мы показываем, это может делать за вас зритель. Класс. Главное, пока зритель это делает, нужно запомнить, где окажется часть с тузами. Да, то есть в моем случае она будет здесь. Некоторые зрители есть, которые начинают... У них, видимо, обсессивное, фокусивное расстройство. Им нужно, чтобы все было одинаково. Они начинают перекладывать. Да, ровненько. Да, мы вот сразу останавливаем и выбираем другого зрителя. Потому что, конечно, иначе фокус пойдет не так. То есть, мы запомнили, где у нас тузы. И единственное, что в этом трюке важно, мы будем повторять одну и ту же серию движений. Главное запомнить, что вот эта часть с тузами, мы возьмем ее последней. Последней. Окей? Сейчас будет понятно, о чем речь. Смотри, Миш, мы берем сейчас... И опять же, это будет делать за нас зрители. Мы скажем, возьми вот эту часть колодок. Он берет ее, мы берем ее в руки. И дальше я говорю, мы начинаем мешать карты. Положи, пожалуйста, три карты сверху вниз. Да. И по одной карте на каждую из этих маленьких колод. Раз, два, три. И положи обратно эту пачку карт. Возьми следующую. И повтори то же самое. Положи три карты вниз. И три на каждую из этих пачек карт. Ну, по одной. То есть, на каждую, по одной. Сюда. Да. Бери следующую пачку и повторяй то же самое. Раз, два, три. Вниз. И по одной карте на каждую из пачек карт. Опять же, друзья, это делает зритель, да, своими руками обычно. Вы просто инструктируете его внимательно. Берем сюда последнюю пачку карт. И я говорю то же самое. Мой дорогой друг, положи, пожалуйста, три карты вниз. И по одной карте на каждую пачку. Раз, два, три. Да. И после этого, когда ваш зритель сам раздобил пачки колод, сам все перемешал, вы говорите, несмотря на это, я контролирую все карты благодаря своим ментальным способностям. и показываете, что у вас бинго. Все четыре глаза все равно там. Класс. Да, это что-то среднее между таким каким-то математическим и просто логическим фокусом. В принципе, тут даже нет какого-то особого сигарета, все понятно, но когда зритель делает все сам, происходит слишком много вещей, чтобы он успел это поработать. У нас, на самом деле, ограничены способности наши. Мы не успеваем понять, что происходит. Нам кажется, что мы сделали четыре части, мы все перемешивали, перемешивали, перемешивали. Да, да. Главное не забыть про последовательность шагов. Поэтому, ребята, если вы хотите ткать фокус, обязательно сначала порепетируйте его. Потому что я вот сколько раз учил кого-то фокусом, и потом человек там, или особенно дети, они любят, они потом сразу бегут к родителям, да, полный энтузиазм, и я такой, я сейчас первый фокус. И тебе там, возьми карту. Мама берет карту, и дальше такой, я забыл. Что дальше было. До первой дына подошел, и надо было повторить. То же самое, что с музыкой, с любым вообще, да, искусством нужно сначала чуть-чуть хотя бы потренироваться. Конечно, конечно, конечно. Ну что, у нас было, есть вопросы у нас какие-то? Для тех, есть у нас подписчики, которые просят повторить. Ребят, видео будет еще висеть в записи, вы сможете еще раз смотреть. Но это не значит, что, опять же, вам выходить. Вы сейчас сидите, смотрите, задавайте вопросы, что-то подложено. Вам великий маг Алексей ответил. Да, кто, кстати, кому интересная вообще тема магии, можно зайти на YouTube-канал под названием Artifix, канал про искусство, где я веду документальную передачу про магию фокусников, историю фокусов, историю иллюзии. Называется «Искусство невозможного». Можно посмотреть на великих магов прошлого. Они, конечно, не такие крутые, как я, но посмотреть интересно. В общем, да, YouTube-канал Artifix. Artifix. Artifix с латиницей на YouTube. Можно смотреть. Я думаю, что если есть вопросы, можно обсудить, а если нет, можно сделать еще последний трюк завершения интерактивный с тобой, Миша, и со зрителями. Как ты думаешь? Давай, я только за. Отлично. Давай тогда мы сейчас... Зрители тоже могут принять участие. У нас есть вот здесь колода карт. Секретно. И мы ни о чем не договаривались. Это тоже важно. Ни о чем не договаривались. Это просто благо... Тут хранится мое предчувствие. Это все, что я скажу. Мое предчувствие вот здесь. Миша, смотри, выбери для начала красный или черный цвет. Красный. Ты уверен? Точно красный? Да. Ты можешь поменять свой выбор сейчас на черный. Ну, давай черный. Хорошо. Как скажешь, я просто спросил. Давай черный. Черный цвет. В колоде есть крести или пики? Какое-то... Может быть, кто-то из зрителей даже напишет крести или пики. Вот давайте кто-то откомменит. Если сейчас первый комментарий мы выберем. Я думаю, будет честно. Так, давайте, ребят, пишите. Крести или пики? Только прямо мы выберем первый. Прямо вот без обмана. Да. Крести или пики? Пики. Бубы, да? Черный бубик. Хорошо. Пики были, да, сейчас? Отлично. Хорошо. У нас убрали пики. Мы не договаривались. Я даже не знаю, кто убрал пики, да? Пики. Миш, давай теперь смотри. Опять же, зрители пусть нам скажут картинка или цифра. Ну вот есть картинка, карта, а есть цифра, карта. Но не конкретно. Просто группу назовите. Картинка или цифра. Давайте, ребят. Картинка, цифра. Что вам угодно. Думают все, думают. Все думают, все зависли. Тогда это очень сложный вопрос. Я понимаю, да? Картинка. Yes, отлично. Картинка. Ответившим зрителям я буду высылать резинки в качестве благодарности. Картинка. Миш, смотри. Мы пришли, что у нас есть пики, картинки. И у нас есть четыре картинки, я думаю, валет. Дамы, король, туз. Да. Какая тебе, вот, в душе, сердцу твоему милее картинка? Слух, говорите. Что? Слух, говорите. Да, да, да. Мы уже дошли почти до финального выбора. Как король. Король. Уверен, точно. Точно, король. Окей, это прекрасно. Означается, что мы вот сейчас вместе со зрителями пришли к одной карте. И это у нас пиковый король. Сначала я спросил у тебя красный, это его был черный. Потом мы, зрители выбрали пики, потом зрители выбрали картинку. И в итоге мы остановились на пиковом короле. Правильно? Так точно. Вот. Эта колода все время была здесь. Я надеюсь, что зрители могли видеть, что она находится в поле зрения. Более-менее, да, что я не каким-то образом ее там не трогал. Да, Миш? Я думаю, ты так вернишь, что так и было. Да, да. Окей, и, как я сказал, здесь находилось мое предчувствие. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Смотри. Дело в том, что в этой колоде есть, естественно, все карты, но посерединке лежит одна карта перевернутая. Я надеюсь, что это видно. Все карты. И одна карта в середине перевернутая. Только не говори этого. У нас было черное, потом пики, картинки, и мы в Виштоге пришли к королю с тобой и с нашими зрителями без каких бы то ни было предварительных договоренностей. И, друзья, это... Да ладно. ...причуствие меня не подвело. Это был пиковый король. Ничего себе. Ничего себе. Очень много подкупленных зрителей, подкупленная картина ПВ. Вы не представляете, сколько рулонов бумаги мне стоил этот трюк. Не, ну на самом деле, я думаю, да, Мишта Силова спасился. Все было честно. Мы, правда, не планировали ничего. Это было... Ничего себе. Ты сейчас меня удивил. Это была... Магия. Магия, да. Связь. Связь. Ничего себе. Классно. Как? Классно вообще. Вау. Вау. Спасибо большое. Да, у нас получилось экспериментное. Стану чувствовал. Мы были данные вауны. Вообще просто... Ты, конечно, фокусом этим... Как? Ну, не в смысле там, давай, расскажи, что ты там сделал. Да, да, да. Это реально круто. Это очень круто. Это очень круто. Супер, спасибо. Я надеюсь, что было интересно. И кто попробовал фокусы, потом может сам потренироваться перед зеркалом вместе с знакомыми, родителями, детьми, девушками, парнями. В общем. Вечер можно провести прекрасно. Ребят, пишите комментарии, какой фокус вообще вам больше всего понравился. То есть, я, честно говоря, я в восторге, да. То есть, просто. Мне очень понравились вот эти фокусы с резинкой, над скрепкой, с картами. Ну, последнее, это вообще, как бы, знаешь, там... Где-то еще думаешь, а, ну, все, раз, а там, раз... Нет, это... Блин, очень круто, очень круто. Алекс, тебе огромное-огромное спасибо. Очень крутой лайф. Мне его очень понравилось. Вообще. Спасибо большое, Миш. Было классно. Ты, у тебя талант, я чувствую. Тебя прямо сразу было чудо. Все очень круто. Спасибо. Без подготовки. Вот. Не бросай это. Обязательно удивить тебя. Свою семью. Да, да. И... Да, я напомню, друзья, у нас было три трюка. У нас был первый с прыгающей резинкой, второй с поднимающейся кольцом, и третий с картами. Но еще много чего, что я показал, о чем вы можете просто подумать. Но они слишком много. Не думайте о них слишком много. И так же говорят, я не буду спать, я не хочу опять-таки портить вам сон. Завтра на работу. Все в порядке. Я думаю, как он это сделал. Пиковый король. Я понимаю. Мне самому плохо спится, ребят, вы не поверите. Поэтому... Да. Если есть вопросы, можно писать, да, в комментариях. Или мне это в личку, или... Пишите, ребят. Пишите вопросы, подписывайтесь. Все очень круто. А подозови, как еще раз канал такой? Artifex. Artifex. Это канал на YouTube, где есть много крутого про искусство, и в том числе про искусство магии. Там есть рубрика «Искусство невозможного», где я показываю и рассказываю про крутых фокусников древности и современности. Так что можно забить «artifex» в YouTube или в Google, вы найдете. Можно написать мне в личку в Instagram. Я вам тоже тогда могу скинуть ссылку. Прекрасный способ провести вечер, которых у нас сейчас много. Главное, да, оставайтесь здоровы, друзья мои. Всем зрителям, да, берегите себя, будьте аккуратны. Фокусы показываете на расстоянии полтора метра. Вот, не надо. Так, карту дезинфицируйте, если кто-то будет карту, потом шикайте, в общем, чтобы все было максимально безопасно. Все, ребят, всем большое спасибо. Очень круто. Надеюсь, это наш не последний эфир. С удовольствием. Очень-очень интересно. И ждем туда обязательно к вам в гости. В Болоте они видели. Ваши проекты. Вот что, к себе, этот комитетель пройдет. Да, обязательно. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно. Миша, видеть себя, видеть вашу студию. И всем зрителям Картинок ТВ спасибо всем, кто смотрел. Всем, кто шел раньше, мы... Я запомнил ваши микки. Ребят, большое спасибо. Все, Олег, до следующего раунда. Субтитры сделал DimaTorzok.